С 22 по 26 марта в городе Горячий Ключ прошел 15-й Благовещенский православный педагогический форум, посвященный 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. В форуме приняли участие около 100 педагогов из 44 муниципалитетов Краснодарского края, а также духовенства митрополии. С приветственным словом к участникам форума обратился митрополит Екатеринодарский Кубанский Павел. Хочется пожелать, чтобы Господь всем вам помогал на вашем поприще несения этого важного служения Церкви, Отечеству нашим. И хочется пожелать, чтобы помощь Божья всегда сопутствовала каждому из вас. В ходе пленарного заседания выступали руководители и преподаватели учебных заведений края. Были обозначены вопросы воспитания, работы с детьми и молодежью, поиск ответов на современные вызовы. Но не может быть, чтобы радость и вкус настоящего, прекрасного, разнообразно занятого детства не победили вот эту фальшивую мангость виртуального мира. Потому что у меня есть стойкое ощущение, что время, когда окончательно захлопнется ловушка виртуальной реальности, неумолимо приближается. А мы еще не забрали оттуда наши педагоги. В рамках форума проводились лекции профессоров кубанских университетов, состоялись выступления преподавателей техникумов, а также учителей и специалистов по учебно-методической работе. Участники форума поработали в творческой лаборатории. Учителя обменялись идеями и получили новый опыт в воспитательной педагогической работе. После того, как мы сами определим для себя, что значит для нас смысл жизни, только тогда мы сможем передать это педагогам, а педагоги уже смогут передать эту информацию детям. Один в поле не воин, гласит пословица. Но многие наши русские ратники доказали, что если они с Богом, то и один в поле воин. И сегодняшние наши педагоги тоже доказывают, что один в поле в школе не воин. Но если педагоги идут с Богом, создают команду единомышленников, то у них все получится. И сзади нас происходит проектная деятельность. Мы создаем проект по духовному напитанию наших детей. Работничество – вот это главное. Директор один ничего не решит, один учитель тоже ничего не сделает. Оно и вправду. Один в поле не воин. И даже если говорить, что кто-то такой самоотверженный что-то делает один, он нет. Потому что с Божьей помощью все равно не один. Учителя, участники 15-го Благовещенского православного педагогического форума присоединились к проекту «Читаем Библию» и каждый день вместе прочитывали четыре главы Священного Писания. Идущая мою плоть и пьющая мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Проект начался в начале года. Уже более тысячи человек стали его участниками и изучают Священное Писание, получая ежедневные рассылки в специально созданных группах WhatsApp и Telegram. Присоединиться к группе можно с помощью ссылок и QR-кодов на сайте Храма Рождества Христова. Вспомним слова Спасителя. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». В заключительный день работы форума выступил протеерей Андрей Ткачев. Известный миссионер принял участие в форуме в онлайн-формате, который в своем слове обратился к педагогам и ответил на вопросы. Ну, позвольте мне первое отреагировать на вашу инициативу по коллективному совместному чтению Священного Писания. По моему глубокому убеждению, это вообще цивилизационная задача для нашего пространства культурного. Для русского мира мы должны влюбиться в Священное Писание и транслировать эту любовь на максимально широкие слои наших людей, нашего населения. Любовь в Библии, она очень естественная, такая должна быть для человека. И это такой хороший собеседник и посох на всю жизнь, чтобы не упасть, или если, значит, упал, то чтобы быстро подняться. Я нахожусь под таким хорошим впечатлением от вашей инициативы и надеюсь, что на этом пути мы можем найти очень много важного и хорошего. Здесь на форуме обсуждался не просто вопрос свободы, но и зависимости. В частности, вот наша министра образования привела пример, когда один ребенок сбросился с 10 этажа, подросток, обещав своим друзьям в соцсетях, что он, если этого не сделает, он не будет пацан. То есть слово пацана дал и сбросился, и там с соседнего дома снимали последние минуты его жизни. В этой связи приводился шокирующий комментарий, что все-таки вот в тех же соцсетях одобрение этому поступку дало большее число людей и подписчиков, так называемых, которые сказали, да, молодец, ты пацан, ты исполнил свое слово. То есть вот эта агрессия продолжает нарастать, и не является ли это причиной тех протестных мероприятий, которые сейчас захлестнули буквально всю страну, особенно со стороны молодежи, которая подвержена этому влиянию, вот этому, может быть, свободолюбию без Христа. Вот что бы вы посоветовали чителям, которые, приехав обязательно, встретятся с молодыми ребятами, чтобы предотвратить такую страшную трагедию не только вот уже на предмет расставания с жизнью, но и неучастие в том, что сегодня составляет угрозу для подрастающего поколения. Мне кажется, что вообще первонаперво здесь надо просто с ними разговаривать, просто говорить. Они же ведь чувствуют себя как бы невостребованными, они часто не выговариваются, выговариваются в своих группах, а мы толком не понимаем их. И надо искать возможности дать им выговориться в свободном режиме, в режиме уважительного отношения к ним. И мы узнаем очень много страшного. То есть, когда дети, подростки, уже юноши, девушки, они вдруг начинают говорить, и ты их слушаешь, и они не боятся говорить, то ты вдруг узнаешь ужасные вещи, потому что они выносят из себя, вытаскивают только хлама какого-то, да. И это хорошо, потому что если... Хлам-то все равно есть внутри, а если он не выговорится, то он там где-то там копошатся, то чудовище. Так что, я думаю, надо искать возможности с ними говорить, нужно, чтобы они доверяли нам, чтобы мы их любили и уважали, когда они не боялись нас и раскрывали свои кошмарные, свои маленькие души, которые уже полны кошмара, да, чтобы они выговаривались. Это группа риска, безусловно, группа риска, на которую ставят карту кто хочешь, начиная от самого сатаны, заканчивая нашими политическими врагами. То есть, именно эти люди, у которых еще нет жизненного опыта, вот, и они еще, они, как бы, значит, слишком мало живут на свете, чтобы что-то основательно понимать, но у них разогрето какое-то мнение о себе, что у них есть голос, у них есть свои мысли, у них есть вся какая-то позиция, вот. И вот на этом бульоне, как бы, значит, строится очень много чего. То есть, можно любую страну перевернуть как бы вверх дном при помощи вот этого сегмента этих молодых людей с завышенной самооценкой и отсутствием реального жизненного опыта. Еще много книг не прочитано, еще много боли неиспытано, еще нет ничего такого серьезного в душе, но есть очень большое самомнение. Вот. И надо, чтобы они выговаривали, чтобы мы шли с ними на контакт, выговаривали. Они не знают цену жизни, что-то покажет. И умирать им легко, как бы, как кажется им легко умирать, потому что еще они ни за что еще толком не держатся, да. И жестокость в юности бывает очень сильна, потому что не умеют жалеть. Детская, юношеская жестокость, она превышает жестоко взрослых людей. Взрослые люди – это люди битые, и у них часто чувство жалости или сострадания, когда оно присутствует больше. А молодежь, ну, как бы, она жестока от невежества, от незнания. Так что, да, они находятся в группе риска, это 100%. Вот. И если мы для них, собственно, родители, датели, винители, если мы их кормим, если мы их содержим, если они пока что не пошли на свои хлеба, не нужно стесняться этого, нужно… Если я тебя кормлю, извини меня, то я тебе и мозги получу. То есть раз ты пока что еще не научился заработать себе на хлеб или там счет мобильного телефона выполнять тебе кто, я или ты сам? Если я тебе выполняю счет мобильного телефона, то я тебе могу, в общем-то, и командовать, что смотреть, а что не смотреть. То есть не нужно стесняться этого, мне кажется. Потому что нас загнали в угол, деньги давай и рот закрой. Ты должен его одевать, кормить, обеспечивать всем, а командовать ты им не можешь. Я категорически против этого. Если я кого-то содержу, кого-то кормлю, физически кормлю просто, и ты полностью зависишь от меня, то я извиняюсь, я тогда имею право командовать тобой. Если ты весь такой самостоятельный шагомарш на работу, здесь должна быть какая-то адекватная суровость в моей семье, я не говорю в школе, в школе нет, в школе ты должен быть учителем, у тебя как раз очень мало прав в школе. Современные учители – это человек с ограниченными правами. Крикнуть нельзя, за ухо вывести из класса нельзя, ничего нельзя. Тебя тут посадят за милую душу и со всех сторон за тобой следят. Так что мы должны здесь, наоборот, по-другому вести. А в своем доме хозяин-барин. Я не думаю, что мы должны унижаться и заискивать перед кем-то. Мы хозяева жизни, на самом деле. Хозяин жизни – это именно человек среднего. Это не юноша и не старик. Старик готовится уже идти туда, а юноша еще ничего не понимает. А вот серединные, вот это вот среднее звено, это, собственно, и есть хозяева жизни. Это те, кто сегодня обеспечивает бытие этого мира. Так что ищите с ними. Мне кажется, что тут нельзя быть с ними друзьями, с детьми. Когда мы с ними понебратствуем, за своих пытаемся сойти. Не думаю, что правильно. Надо быть именно старшим другом. Другом, но старшим. То есть я старше тебя. То есть ты еще пока… Тебе еще надо будет в два раза больше прожить, чем ты уже прожил, чтобы приблизиться хоть немножко к тому, кем сегодня я для тебя являюсь. Вот они должны знать это. Они должны знать дистанцию. Они должны понимать, что ты выслушаешь, что ты поймешь, что ты не осудишь, что ты, в общем-то, любишь его. Ты заинтересован в том, чтобы было хорошо. И они будут выговариваться. То есть надо, чтобы они повытаскивали из своей души эти кошмары свои. Потому что эти суицидальные там вещи, там эти половые какие-то вещи, там политические вещи, там эти все свои эти фантазии, там эти скелеты в шкафу. У каждого там куча скелетов в каждом шкафу. Надо, чтобы они выговаривали их. Поэтому здесь учитель должен быть духовником. То есть у него должны быть какие-то качества духовника. То есть когда ты выслушаешь, не осудишь, никому не расскажешь, но ты облегчишь ему душу, потому что он найдет себе в твоем лице собеседника, сострадательного собеседника. Это, конечно, великий талант. Я уверен, что далеко не каждый к этому способен. Но это именно то, что нужно. С родителями дети, конечно, не говорят. Они родителей своих любят, иногда ненавидят, опасаются, не доверяют. Ну, с родителями у нас сложные отношения, потому что, да. А вот с учителями, учитель это может быть таким вот старцем, доктор Майболит. Приходи к нему лечиться и коровы лечиться. И жучок, и червячок, и медведица. Так что надо находить возможность в режиме старшего друга, именно старшего друга, не просто друга, а старшего друга. Приклонять к ним свое ухо, чтобы они вынимали из себя свои страхи. Мы же больше знаем, на самом деле. Мы же больше видели, больше помним, больше чувствовали. Просто потому, что мы больше жили. Мы должны помогать им. Мы должны говорить с ними о жизни. Иначе соцсети поубивают наши дети. Так что разговаривайте с ними. И, конечно, здесь все карты в руки к христианину-учителю. Потому, что христианин-учитель, он все-таки должен быть, знаете, ну, мягче, умнее. В каких-то серьезных ситуациях он, наоборот, будет волевой и сильный. Потому, что он христианин. Где-то он будет мягкий, как пушистый, как хомячок. Где-то он будет, как стальной человек, как из стали. Стоп, здесь нельзя. То есть именно христиане, они такие. Они и такие, и такие. Как Григорий Богослов говорил, что мы ягнята. До тех пор, пока при нас не оскорбили Святую Троицу. То есть мы львы в некоторых ситуациях. А некоторые, ну, просто, ну, преподаватель-христианин, он должен любить этих детей, да? Может быть, он будет единственным человеком, который их любит. Может быть, у мамы на них нет времени. А папа из семьи ушел. И, может быть, никто этого ребенка и не любит, собственно. Может быть, ты будешь единственным человеком, который любит его. И он будет рассказывать тебе о своей жизни, будет делиться с тобой, будет советоваться с тобой. Это, собственно, и надо. Больше ничего не надо. В завершении участники форума подвели итоги, определили задачи и молитвенно поблагодарили Бога. И все разъехались работать дальше. В деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Кубани. Но мне кажется, вы не провели это время напрасно. Вы, во-первых, одухотворились. Сохранив этот мир, с миром поедем в свои места. Жительство, города, районы, целые поселки, школы, семьи. И привезем этот мир своим родным и близким. И, что самое главное, нашим ученикам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова